Здравствуйте. У нас сегодня в гостях Александр Лещенко, один из адвокатов по делу Александра Соловьева. Мы уже освещали это, и поэтому сейчас не будем уточняться. 9 июня был вынесен приговор, наконец-то, по этому долгому процессу. С нашей точки зрения этот приговор непонятен. Решение суда, наверное, правильно выразиться, не очень понятно. Поэтому мы просим Александра прокомментировать решение суда по этому делу. Спасибо. Я сразу скажу, что наша сторона, сторона защиты, считает это решение суда незаконным и необоснованным. В первую очередь, мы считаем незаконным факт помещения Александра Соловьева в следственный изолятор прямо с залой суда. Это очень интересный момент. Давайте на нем остановимся. Почему так произошло? Дело в том, что однажды, полтора года назад, Соловьеву было избрано мера пресечения в виде содержания под стражей. Но в целях гуманизации ответственности в новом уголовном процессуальном кодексе с целью защиты прав человека было внесено ряд предложений. И в том числе предложение касательно того, чтобы человек, который содержится под стражей, всегда мог внести залог, дабы воспользоваться своим правом на защиту в полной мере, которую можно реализовать полноценно, только находясь не в закрытом помещении, а в помещении следственного изолятора. Данную норму Соловьев выполнил и внес, как и было указано в постановлении суда, денежную сумму в качестве залога. После чего в течение одного или двух дней был освобожден из под стражей. На сегодняшний день этот залог находится в ведении суда. Он никоим образом не отменен, не возвращен Соловьеву. И момент взятия его под стражей мы считаем, скорее всего, способом давления на Александра. А скажите, пожалуйста, вообще имеет право суд, вот так вот просто не аннулировав этот залог, не вынеся, так сказать, предварительно человеку постановление о том, что мы сейчас вас берем, имеется право на такое действие? К сожалению, этот вопрос очень обширный. На него нет однозначного ответа. В разделе УК, который регулирует вопросы, на которые должен ответить судья при вынесении обвинительного или оправдательного приговора, стоит один пункт, я вам его процитирую на русском языке. Судья решает вопрос об средствах обеспечения производства. Одним из средств обеспечения производства является содержание человека под стражей. Но у нас есть определенный порядок и определенные условия, когда человек помещается под стражей. В случае, если им уже внесен залог в качестве меры, чтобы освободиться непосредственно из под стражи. Человек помещается под стражу при наличии залога только в том случае, если он не выполняет требования закона. То есть, приведу пример, если человека вызвали в судебное заседание для совершения процессуальных действий, а он туда не явился. Это является безусловным основанием для того, чтобы человек изменить меру пресечения с залога на содержание под стражей. Это логично, я считаю, эта позиция законная, вполне обоснованная. Но в настоящий момент Соловьев Александр присутствовал на каждом судебном заседании. Он давал свои пояснения на каждый вопрос судьи, на каждый вопрос прокурора. Он ни разу не нарушил ни одно требование уголовно-процессуального закона. И даже просто с этой точки зрения человека брать под стражу было, на мой взгляд, лишним. Суд это как-то объяснил? Суд свое решение аргументировал, я вам процитирую, с приговора, каким образом, на украинском языке. С метою забезпечения выполнения вироку, с урахованием попереднего поведения обвинуваченного, до набирания вироком законной силы необходимо использовать до Соловьева запобежный заказ в виде тримания под вартою, взявши его под вартою в зале суду. Вот, по мнению судей, коллегии судей, эта аргументация полностью достаточна для того, чтобы человека поместить в следственный изолятор. Ну, то есть то, что совершенно противоречит данному конкретному случаю. Человек не нарушал абсолютно ничего и как законопослушный гражданин присутствовал, выполнял и так далее. Совершенно верно. Второй аспект, на который хотелось бы обратить внимание, это аспект уже, скажем так, больше теоретический, чем практический. У нас любой человек, ну я думаю, что это и вы догадываетесь, у нас любой человек может быть лишен каких-то прав только на основании решения суда, которое вступило в законную силу. Так вот, я хочу обратить внимание на то, что у нас в этом приговоре, на основании которого Соловьев помещен под стражу, написано рукой судьи, что вырок не набрав законной силы. То есть это противозаконно, по сути? Да. Поскольку у нас человек находится в СИЗО на основании документа, который не вступил в законную силу. Скажите, пожалуйста, может он подать какую-то встречную жалобу по этому поводу? Естественно, мы будем обращаться к следственному судье в Октябрьский районный суд, на территории которого находится следственный изолятор, с ходатайством освободить Соловьева Александра из-под стражи, в связи с тем, что он там находится на основании документа, который не вступил в законную силу. И на котором не написано, что он подлежит выполнению немедленно в части. То есть иногда бывает и такое. Поняла. А скажите, пожалуйста, это влечет какую-то ответственность в суде? Ну, скажем так, больше, наверное, моральную какую-то ответственность. Если написано, что не вступил в силу, а человека насильно поместили под стражу, то есть должна же, наверное, какая-то ответственность существовать? Так можно каждого просто изменить? Естественно. Но, к сожалению, у нас есть формальные основания в законе для того, чтобы суд мог поступать вот таким образом. Это, как я процитировал, уже часть из Уголовно-процессуального кодекса, где сказано о том, что суд решает вопрос об средствах обеспечения производства. Как мне кажется, когда принимался Уголовно-процессуальный кодекс, шла речь об аресте на имущество, которое было наложено, о возврате документов, которые были изъяты на предприятиях или у физических лиц. Но никак не о том, что человек, который надлежащим образом выполняет все требования суда, может быть помещен под стражу просто из-за того, что ему угрожает лишение свободы в размере 6 лет. А теперь давайте к этому пункту вернемся. С Вашей точки зрения, данное решение суда соответствует вообще законодательным нормам? То есть состав преступления, как считает суд, и мера наказания? Мы, и я, и второй адвокат, и Соловьев, естественно, мы категорически не согласны с этим приговором суда. И мы будем его обжаловать в вышестоящую инстанцию, так как считаем, что здесь между обвиняемым и потерпевшим сложились обычные стандартные хозяйственные отношения между предприятием нашего Соловьева Александра и нашего потерпевшего, который является потерпевшим по данному делу. Поскольку, как мы уже согласились с точки зрения Александра, имеет место давление на него с помощью данного уголовного дела, то мы не считаем, что данный приговор соответствует действительным обстоятельствам дела, и, соответственно, он не может считаться законным. Понятно, что вы не можете согласиться с любым приговором, который бы не был вынесен. Меня интересуют законодательные точки зрения. То есть каждое преступление соответствует какому-то наказанию по какой-то статье, да? Да. Вот те две статьи, насколько я понимаю, которые инкриминируются Соловьеву, последний раз, правильно, было две статьи. Вот по этим двум статьям может быть предусмотрена такая мера доказания? К сожалению, да. На сегодняшний день Соловьев обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205 и частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. По обвинению в совершении преступления, предусмотренных частью 2 статьи 205, он был оправдан. Но по совершению преступления, предусмотренных частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса, он был обвинен, и к нему было применено наказание. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без такового. К Соловьеву было применено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Скажите, пожалуйста, с Вашей точки зрения, гражданин, который в своей стране признан разыскиваемым, и, насколько я понимаю, на него заведено уголовное дело, он может представлять в другой стране потерпевшую сторону? Как вот законодательно, то есть человек, который в своей стране разыскивается за мошенничество, судится в нашей стране и выигрывает этот суд? Как вот с Вашей точки зрения? Вы знаете, я, наверное, воздержусь здесь от комментариев с точки зрения закона. Я здесь выступлю, наверное, отвечу как человек. Я считаю, что это, по меньшей мере, не совсем красиво по отношению к тому человеку, на которого пишется заявление. В данном случае идет речь об Соловьеве, Александре. Мы неоднократно указывали и на досудебном расследовании, и в суде о необходимости получения информации в рамках международной правовой помощи с соседнего с нами государства, именно с Республики Польша, о состоянии дел потерпевшего, потерпевшего, так называемого потерпевшего, об этом, о том состоянии, в котором сейчас находится его предприятие, он сам, и на каком свете сейчас уголовное дело, которое заведено в Польше против нашего потерпевшего, в общем и слава. Но, к сожалению, нам пока не удовлетворили ни одно... Скажите, пожалуйста, не удовлетворила какая страна? То есть вы обращались в Польскую Республику и оттуда не получили никакого ответа? Или через украинские какие-то инстанции? То есть процесс. Кто, как вы считаете, виноват в торможении этого процесса? Или в неответе на ваш вопрос? Ну, на мой взгляд, здесь недоработка стороны обвинения, поскольку мы не имеем права, вернее, мы имеем право обращаться самостоятельно как адвокаты в другую страну с просьбой предоставить нам какую-то информацию. Но эта информация будет иметь вес и значение для уголовного дела, только если она получена на основании запроса органа досудебного расследования. Этим органом в данном деле являлся Червонозаводский районный отдел Министерства внутренних дел города Харькова. Они объясняют каким-то образом... На запрос второго адвоката о предоставлении, определенной, о просьбе сделать запрос на предоставление информации с Республики Польша был получен ответ, что это ходатайство направлено на затягивание досудебного расследования дела. То есть, ну, грубо говоря, мы получили формальную отписку с ответом, который, на мой взгляд, недостаточно аргументированным. А скажите, пожалуйста, вы обратились в районный суд, дальше вы получаете неаргументированный отказ, вы имеете право обратиться в высшую инстанцию? Конечно. Вы это сделали? Нет, мы это не сделали по той причине, что мы уже на тот момент увидели, что следствие ведется необъективно, и мы поняли, что каждое наше действие, которое мы попросим, оно будет использовано против нас. Оно будет истолковано не с точки зрения объективности и непредвзятости, оно будет истолковано против нас. То есть, слова будут выдергиваться из контекста, как, например, в приговоре повыдергивались из контекста показания свидетелей. И точно так же брались бы отдельные части каких-то документов, которые пришли бы нам из Республики Польша. Скажите, пожалуйста, таинственный свидетель так появился все-таки? Да, таинственный свидетель появился, и он очень заученным текстом дал показания о том, что прямо на его глазах Соловьев каждый месяц, если не ошибаюсь, по 100 тысяч гривен крал у потерпевшего. Крал каким образом? Вытаскивал с кармана? Свидетель не уточнил. А для суда это не важно, да? Суд решил, что способ вытаскивания денег здесь не имеет значения. То есть, имеют значения только слова о том, что эти деньги откуда-то якобы вытаскивались. Совершенно верно. Хорошо, и скажите, пожалуйста, как вы видите дальнейший ход действий по этому делу? Мы в любом случае будем обжаловать это решение в вышестоящую инстанцию. Если понадобится, мы будем подавать жалобу в кассационный суд, мы будем подавать жалобу в международные организации, так как мы считаем, что здесь присутствует все, что угодно, но только не уголовное преступление, совершенное Соловьевым и Александром. Все, что угодно. Я имею в виду, здесь имеются в наличии нормальные хозяйственные отношения между двумя субъектами предпринимательской деятельности. Соловьев Александр, как директор предприятия общества с ограниченной ответственностью Монфорд Украина, имеет несколько наград как экспортер года. Я считаю, что одного этого было бы уже достаточно, чтобы посеять сомнения в том, что Соловьев Александр использовал свое предприятие Монфорд Украина для того, чтобы войти в доверие и завладеть деньгами другого лица. Но мне кажется, здесь есть достаточные основания хотя бы для сомнения. Я поняла. Скажите, пожалуйста, в практике судебной имеет право быть такой момент, когда, допустим, задается вопрос свидетелю, а адвокат или судья или прокурор кто-то подсказывает, как нужно правильно отвечать. Вы же это хотели сказать. То, что мы наблюдали из видео записи последнего и предпоследнего заседания. То есть это вообще соответствует закону, когда задается вопрос, и сторона, поддерживающая ту или иную сторону, она как бы направляет на нужный ответ. Это вообще практикуется, но не имеет место в законодательной вообще всей системе, в судебном процессе? Такое исключение из правил Уголовно-процессуальный кодекс дает. Он дает право задавать наводящие вопросы свидетелю во время перекрестного допроса, но только свидетелю. Если, насколько я понимаю, идет речь о том факте, когда потерпевшему Шемыславу Ушинскому одним из участников судебного процесса задавались наводящие вопросы, я считаю, что эти вопросы действительно относились к категории наводящих, и они, даже если бы и была необходимость их задавать, их нужно было задавать гораздо раньше, год назад, когда была стадия допроса потерпевшего. После задавания прямых, незаинтересованных вопросов, Уголовно-процессуальный кодекс дает возможность, после того, как закончилась постановка обычных вопросов, задать наводящие вопросы, только в ограниченном режиме, поскольку законодатель защищает права не только стороны защиты, стороны обменения, а еще и свидетеля, чтобы он, если и давал ответы на такие вопросы, то только в строго ограниченных временных рамках, и в дальнейшем к нему уже не задавались подобные вопросы. Я считаю, что в той ситуации, о которой мы говорим, это было не совсем правильно. И скажите, пожалуйста, что сейчас с Александром? Вы в курсе, как он содержится? Все с ним в порядке? Ну, как может быть все в порядке с человеком, который, будучи законопослушным гражданином, выполняя все требования суда, вдруг был помещен под стражу? Конечно, он находится в состоянии шока, но тем не менее, по условиям его содержания, он находится в довольно-таки нормальных условиях, да, если можно говорить об условиях содержания в СИЗО, насколько это возможно. Ну, хорошо, значит, мы тогда ждем дальнейших событий, и надеемся, что все-таки справедливость победит. Я тоже очень на это надеюсь, и мы со своей стороны приложим все усилия для того, чтобы была установлена объективная истина, и приложим для этого все возможные усилия. Спасибо вам большое. Пожалуйста.